Юбилейный год Великой Победы. Ровно за месяц до 9 мая мы сегодня открываем после реставрации мемориал славы сибирякам, погибшим здесь на Смоленской земле. В далеком уже 41 году они встали здесь насмерть и остались здесь навечно. 26 июня 41 года, через 4 дня после начала Великой Отечественной, эшелоны с составом 166-й сибирской дивизии отправились на фронт сюда, на Смоленскую землю. С июля по октябрь месяц здесь шли страшные бои. Вдумайтесь в эту цифру. С июля по октябрь за 3 месяца боев из 14,5 тысяч живых осталось 517 человек. 14 тысяч сибиряков лежат здесь, на этой земле. Страшная цифра. Они выполнили свой священный долг, они остались здесь, они в бессмертии себя. И, конечно, они живут сегодня нашей памятью, прежде всего. И тогда, в 80-е годы, в Томске родилась идея увековечить эту память. Это действительно было всенародное событие, которое занимался весь Томск. Сюда в течение трех лет приезжал студенческие отряды Томского политехнического. Здесь находится ректор, и я думаю, что он скажет свое слово. Металл для этого обелиска выделил Сибирский химический кабинет, который производит атомное оружие для России. И обрабатывали пилоны на Томском электромеханическом заводе. И еще сотни и тысячи томичей принимали участие, точно так же, как и жители Смоленской области. Это, конечно, мы должны помнить, мы должны это знать. И между нами четыре тысячи километров между Томской областью и Смоленской областью. Но для нас-то мечей, я хочу, чтобы это знали все смоляне, это наша родная земля. Потому что здесь десятки тысяч сибиряков остались вместе с вами навечно, и они сейчас находятся здесь. Мы помним подвиг наших дедов и прадедов. И я думаю, что пока мы живем, мы будем передавать по эстафете нашим внукам, нашим правнукам, то, что было здесь, на этой священной Смоленской земле. Низкая...